Девушки отдыхают Я ведь мог пойти по другой тропинке К тем трубам вело много разных дорог Но я выбрал одну Наверное, это и есть художественная интуиция Отказаться от чего-то одного во имя чего-то другого Поток чувств колоссальной интенсивности захлестнул меня Горы пластмассовых разноцветных чудищ поразили мое воображение Боже мой, какой прилив приятной грусти пережил я И в моем сознании мгновенно родилось название Монструм Экзоссия Я повторил его вслух В это время на вершине горы появился мужик в замызганном халате Он перевернул тележку И вниз с горы посыпались новые экземпляры МЕ В атаке ребятишек бросились собирать их Один экземпляр скатился к моим ногам Это был Монструм Фалсус Ко мне подскочили два мальчика Дяденька начал конючить Они, отдайте нам, пожалуйста Этой детали не хватает для Простите Нашего паровоза Ребята, ответил я им Этой детали не хватает всему нашему искусству Пауза Я долго бродил по свалке И был поражен обилием народа, собиравшего МЕ Я разговаривал со многими И был удивлен, узнав, что сюда приезжают люди из далеких городов Таких, как Владивосток, Алмата, из горных кишлаков Кавказа Все говорили о том, что МЕ необходим как хлеб Я выгнал фантастические замыслы применения МЕ В интересах отдельных лиц и интересах государства Многие идеи уже реализованы И я подумал, как жаль, что у нас только одна свалка МЕ Хотя и обильная Я сожалел, что людям нужно проделывать огромный путь А ведь можно было бы всех обеспечивать на местах Ощутив актуальность и значимость темы Я понял, что обязан снять фильм Ну, что получилось, вы прекрасно знаете Корреспондент Расскажите, как вы пришли к кинематографу? Режиссер Решительным строевым шагом Смеется Пауза В детстве у меня был аквариум Бывало, сидишь часами, смотришь, как медленно плавают рыбы Это ведь и есть кино Ты смотришь, а там плавают Один раз мне подарили кинокамеру Я попробовал снимать Снял аквариум И мне понравилось Нажимаешь на кнопку А потом смотришь, как они плавают Пауза Передо мной встала проблема Что делать? Разводить рыб или снимать кино? Результат одинаковый Смотреть, как плавают Но в кино нужно только на кнопку Подчеркивает Когда захочется Нажимать А рыб нужно кормить Подчеркивает Каждый день Регулярно чистить аквариум Менять воду Вылавливать больных и мертвых Многое-многое другое Скажу откровенно Кино снимать Легче Чем разводить рыб Пауза Но до сих пор Меня мучает сомнение Правильно ли я сделал Что ушел от трудностей Смеется Корреспондент Смеется Я как зритель могу ответить Правильно Пауза Как вы вообще снимаете? Какие фильмы вы предпочитаете снимать? Режиссер Искусство Это плазма Концентрат жизненной энергии Я С головой погружаюсь В эту духовную магму Все вибрации моей души Передаются на окружающее пространство На актеров Просто на прохожих И я спешу это заснять Пока не погас Живительный огонек вдохновения Жизнь Как через многогранную Зеркальную призму Проходит через объектив Мои камеры И на пленке серебром Осетает золото Возвращение ядерного безумия За мир нужно бороться с кинокамерой в руках Очень хочу снять фильм О тех иностранцах Которые приезжая в нашу страну Стараются дестабилизировать Наше устойчивое положение Также нужно снимать И другие фильмы Просто про деревенскую жизнь Про ветеранов Про природу Про безумную любовь Это ведь Живо Интересно И бесспорно народно Например Можно снять Как поют в деревне старушки Необроснованно Мы забываем Наши народные традиции А ведь человек Без традиции Что дерево Без корней А ведь без корней Мы не сможем Впитать всех Тех живительных соков Которыми богата Наша земля Нужно снимать Фильмы Про русскую природу Откроюсь вам Я очень люблю Бродить По березовой рощи А можно снимать Экранизации Ну я Как все Хочу снять Войну и мир Борис Годунов Кармен Лишневый сад Ну пожалуйста Еще там Есть Несколько иных Произведений Я вас прошу Не надо Уберите руку Я вас прошу Он повалил ее На пол Вместе с ними Упала записывающая Аппаратура Корреспондент Вы не имеете права Ваше положение Не дает вам права Вы Женский стон Пауза Продолжение следует... Конец Первой части Это очень интересно Продолжение следует... Это очень интересно Как вы сказали Фильм без пленки? Да Я постоянно возвращаюсь К этой идее Можно ли снять фильм без пленки? Казалось бы Это нарушает Весь ход развития кинематографа Действительно Что в кино является Основным языком Несущим семантическую Эстетическую нагрузку Возьмем фонограмму Без нее кинематограф Существовал и развивался То есть мы вправе фонограмму Не рассматривать Перейдем к изображению Конечно можно дробить На знаковые коды Различной значимости До бесконечности Можно выявить сюжетность Мифологичность То есть то что присуще Литературе Далее можно выявить Язык монтажа Мимичность актеров Язык цвета и текстуры Пленки и так далее И что можно увидеть? Все эти языки Достаточно разработаны Сделать еще что-либо новое Невозможно Я имею ввиду на уровне Конечно мне могут возразить Что в отдельности Каждый микроязык Кино разработан Но главное Это их структурная связь Отношения между Отдельными единицами Каждого языка И отношения между Единицами Языковыми Ну как единицами Более сложного языка Но ведь и здесь Математически можно Перебрать все сочетания Что тогда? Нужно создавать новые языки Новые отношения между ними Разрабатывать мета-язык Мета-мета-язык Супер-мета-язык И так далее Впрочем, любая информация Из внешнего мира Может быть пропущена Через знаковые системы Кинематографа Это все, конечно Дает бесконечность Существования кино Но я думаю Вообще, что такое кино? Если оно отражает реальность Тогда зачем снимать? Реальность существует То есть Вы хотите сказать Что снимать не нужно Потому что это вторично По отношению к реальности? Нет Для меня кино это реальность Но она ей стала Исторически постепенно Кино постепенно превратилось В реальность И теперь все равно Снимать Или не снимать То есть Вы предлагаете не снимать? Нет Я не могу не снимать Но не могу В то же время делать кино Выдумывать Кино для меня реальность Зачем я должен себя обманывать Делая суррогат реальности Но кино реальность Если оно есть А если его нет То нет реальности То есть нужно снимать Но не нужно делать Но я не знаю как Может снимать на пустую пленку А затем показывать пустую пленку Зачем тогда снимать Если знаешь, что не снимаешь Да и показывать пустую пленку Если ты ее не снимал Всего лишь обман Я думаю, что нужно снимать без пленки А что показывать? Показывать-то нечего Не знаю Может быть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Подошел к окну На его невзрачном лице Не было никаких эмоций Но можно было представить Что он переживал Повзюм Он достал из ящика Стала револьвер старого образца И застрелил сперва корреспондента Затем себя Субтитры создавал DimaTorzok Корреспондент Вы удовлетворены техническими условиями съемки? Режиссер Что касается качества пленок И кинокамер Я могу сказать Что для нашего кино Нам лучше не надо Качество Качество Это формализм Вот только Синхроном плохо Например Сейчас Я говорю Об одном А зритель видит Как я говорю Совсем О другом Или вообще Меня Не видит Его голос приобретает оттенок мистичности И неуверенности Но Я Все же не теряю Оптимизма Можно обойтись Без синхрона Без звука И даже Без пленки Оба смеются Пауза eto Без н dignity Без appointed Антита Огромно muit Эфгала did Бэт В Эфгала 因為 Продолжение следует...